Ну прыгай уже. Эй, кому пальцы прищемить. Городок Эшпидалазуш находится в графстве Лестершер. Посетим маленький музейчик, в котором собраны различные интересные вещи, начиная с древних времен по сегодняшний день. Ну вот, кто-то бабу повесил. Что за дела? Это Элизабет Долли Шепард. Она была парашютисткой и ярмарочной артисткой эдвардианской эпохи. Несчастный случай произошел во время выставочного прыжка 9 июня 1908 года. Шепард поднялась с другой женщиной-парашютисткой, Луи Мэй. Во время спуска парашют, Мэй не раскрылся, и в результате чего, Мэй обхватила Элизабет руками и ногами, чтобы они могли спуститься на одном парашюте. Они снизились слишком быстро. Элизабет осталась парализованной после неудачного приземления. Она лежала в постели, не в силах пошевелиться, несколько недель. Врач прописал курс электрошоковой терапии. Этот же врач случайно ударил Доли слишком сильным электрическим током, в результате чего ее выбросило из постели, но мощный удар выровнял позвонки в спине Доли и исцелил ее. Затем она вернулась к своему выступлению и впервые снова полетела в городе Эшпидалазуш. Она летала с выставочной командой красных дьяволов за несколько лет до своей смерти в возрасте 96 лет. Меня заинтересовала экспозиция, посвященная разным поделкам, которые делали заключенные французы во время Наполеоновских войн. Довольно интересные поделки. Шкатулки, кости для игры в домино и другие вещи. В 1793 году была война между Англией и Францией. К 1795 году в Великобритании насчитывалось более 13500 военнопленных, из них 1357 условно-досрочно освобожденных офицеров. Хотя в 1802 году был объявлен мир, но уже через год снова разразилась война. Для офицеров по условно-досрочному освобождению снова были выбраны несколько городов. Можно посмотреть на карте, в каких местах находились эти заключенные. Один из этих городов был Эшби-де-Лазуж. 21 сентября 1804 года Эшби принял первых условно-досрочно освобожденных заключенных. Это были более 200 французских офицеров. Офицеры селились в основном в частных домах и гостиницах. Заключенным разрешалось отходить до одной мили от города. Любимой прогулкой была прогулка по Маунтука в сторону Пакингтона, а возвращение по Лестер-Роуд. Он до сих пор известен как прогулка француза. Французы играли в пьесах, основали две масонские ложи, женились на местных девушках и дрались на дуэлях. Некоторые остались и поселились в городе. Под этим впечатлением о французских арестантах одна мелодия вспомнилась. Так и проходил по этому маленькому музею, с этой мелодией в звучащей в моей голове. Можно долго ходить и смотреть на различные экспонаты музея. Но хочется идти дальше. На выходе из музея купил книжку о наполеоновских арестантах в Эшби-де-Лазуш. Ссылка на книгу, внизу под видео. Немного пройдемся по городу. The Bull's Head Исторический паб, расположенный в самом сердце Эшби, на Market Street. Само здание датируется 1598 годом, что делает его самым старым зданием в городе. Зе Куинс Хэт Хотель Старый постоялый двор 17 века. Сейчас это также гостиница. Еще жив, Жук Фольксваген. Замечательная нестареющая машинка. Церковь Сент-Хелленс известна с 12 века. Но неизвестно, как она выглядела в то время. Самая ранняя часть церкви, которую можно сейчас видеть, построена в 14 веке. В средневековой церкви Сент-Хелленс установлено 8 колоколов, с 17 по 19 век. Церковь также может похвастаться единственным сохранившимся орудием наказания за отсутствие в церкви или плохое поведение в ней. В этой колодке зажимали пальцы провинившимся. It's a finger pillory. Субтитры создавал DimaTorzok Самая старая часть церкви. Средневековые солнечные часы на башне. До сих пор работают. В стенах церкви можно увидеть остатки плоских глиняных кирпичей, оставшихся со времен Римской империи, которые использовались при строительстве церкви. Красивые средневековые ворота со старинными гербами на портале двери. Город был известен как Эшби в 1086 году. Это слово англо-датского происхождения, означающее ясеневая ферма или ясеневое поселение. После нормандского завоевания Англии, когда Эшби стал владением семьи Лазуш во время правления Генриха III. Эшби был записан в книге Судного дня как поселение с населением около 100 человек, расположенного вокруг церкви Святой Елены. После смерти последнего наследника наследства, Лазуш, в 1399 году, Эшби в конечном итоге был передан лорду Гастингсу. Расширенный и отремонтированный при Гастингсе, Эшби де Лазуш превратился из величественного дома в замок, в течение которого была построена внушительная башня Гастингса, высотой 24 метра. После расширения замка он был местом нескольких королевских визитов, таких как Генрих VIII и Карл I, и даже ненадолго удерживал Марию, королеву Шотландии в 1569 году во время ее заключения в Англии. Замок сыграв заметную роль в гражданской войне. Во время гражданской войны гарнизон роялистов занял замок Эшби. Однако после годичной осады замка парламентариями, армия роялистов сдалась в 1646 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и его замок для короля против сил парламента. Известно, что линии укреплений проходили через близлежащий погост и вокруг некоторых частей города. Лорд Лавбора, возможно, также создал несколько туннелей внутри обороны, в том числе один, который до сих пор связывает кухню и большую башню. Укрепленный замок был осажден парламентскими войсками в 1644 году, и здесь шли ожесточенные бои. В конце концов, гарнизон сдался на щедрых условиях. Укрепления вокруг замка были немедленно снесены, но его постройки и башни простояли еще несколько лет. Великая башня Эшби де ля Зуш была великолепным символом власти и богатства ее владельца. У Уильяма Лорда Гастингса, построенная в 1470-х годах, большая башня представляла собой полноценный дом со своими кухнями, спальнями и величественными комнатами. Она была построена из прекрасно отесанного камня, а ее огромный фасад предназначался для того, чтобы произвести впечатление на посторонних. Башня Гастингса была взорвана по приказу парламента в 1648 году. После войны замок был частично разрушен и почти полностью забыт. Замок начал привлекать внимание после публикации романа Вальтера Скотта Айвенга в 1820 году. В романе он использовал замок в качестве фона для вымышленного турнира, в котором Айвенга одержал победу на поле боя, а Робин Гуд победил в стрельбе из лука. В 19 веке Эшби стал курортным городом, когда туристы посетили ванны Айвенга. Они были заполнены водой, взятой из спа в море и доставленной поездом. Они были закрыты в 1870-х годах и снесены в 1960-х годах. На остатке уцелевшей части башни можно подняться по лестнице и посмотреть современные граффити на древних гербах. Сверху хорошо видны окрестности Эшби. Также можно увидеть гимназию, которая до сих пор существует. Гимназия была основана в 1567 году. Сверху также можно увидеть пространство подсады времен Тюдоров. Это закрытое пространство было частью замка и выходило на главные залы большой башни. Сохранившиеся земляные валы, вероятно, были созданы в 1530-х годах, но позже сад сильно изменился. Они показывают, что когда-то сад был разделен на секции. Каждая секция была посажена и украшена по-своему. Хотя особый дизайн садов в Эшби уникален, он также отражает осведомленность семьи Гастингсов о новой европейской моде. Недавние раскопки предполагают, что цветная земля или гравий могли использоваться для создания узоров в саду. В проломе земляных валов обнаружен фундамент кирпичной башни. На этом рисунке показано внутреннее садовое отделение, каким оно могло выглядеть примерно в 1620 году рядом с замком в Эшби, окруженный ограждающими стенами и банкетными башнями. Сады использовались как для бизнеса, так и для отдыха. Недавние раскопки обнаружили фундамент третьей башни в саду. Земля вокруг башни была тщательно удалена, чтобы обнажить кирпичный фундамент. Сегодня руины замка Эшбида-Лазуш находятся в видении организации English Heritage, а сам объект внесен в список памятников архитектуры первой степени. На выходе из крепости посетим магазинчик, в котором продаются различные сувениры, алкоголь, игрушки и даже настоящие кружки из рога, под раннее средневековье. Вот таким мне запомнился городок Эшбида-Лазуш и его крепость. Продолжение следует... Продолжение следует...